После конференции прошлого года обратился ко мне доктор, наш иммунальный терапевт, с тем, чтобы помочь в ведении пациента. Мы вместе с этим доктором рассматривали и вели эту пациенту, Алина Викторовна Куликова. Предыстория такова, что мама спросила, она расскажет свое видение. Пришла девочка со скрозом и с жалобами на боли в спине, то есть в ведущем, что по поводу чего обратились, по поводу которых велись с успехом, но не, скажем так, неузовлетворяющим и доктора, и пациента, что они возвращались после проведенного лечения. После беседы мы назначили обследование рентгенологическое, которое было необходимо сделать в первую очередь. И затем мы посоветовали также выполнить некоторые мероприятия по исследованию, доступному исследованию ультразвуковому органам брюшной полости и также сосудов сердца, но в таком рутинном порядке неспешно. Проводилась мануальная терапия и проводились рекомендации по позам и по упражнениям, которые необходимо делать. Упражнения, направленные на какие позы ребенок должен с утра и днем поднимать в виде упражнений. Ну, в общем-то, что мы наблюдались в течение года. Вначале это пять пацанов, затем перерыв. Причем девочка, пять пацанов раз в неделю, значит, поднимается пацаном. Девочка просила с Рома на приемы, потому что они вызывали облегчение и уменьшали чувство усталости. Ну, это так, со временем, когда было назначено уже ведение приемов раз в месяц. Через полгода где-то при увеличении нагрузки и стрессовой ситуации сдачи экзаменов появились боли опять незначительные, которые были легко оккупированы одним приемом. Ну, динамику, надеюсь, сейчас... Значит, а я зачитаю пока, что было на первом снимке. Рентгенография позвоночника в прямой проекции в вертикальном и горизонтальном положении. В вертикальном положении подъявляется правосторонний сколиоз позвоночника с углом искривления 33 градуса, вершиной дуги на уровне D9 с ротацией верхних грудных позвонков влево на 45 градусов, а нижних грудных вправо на 30 градусов. При переводе в горизонтальное положение угол искривления уменьшается до 26 градусов. Заключение правосторонний сколиоз позвоночника третьей степени врач Суходольская. Хочу сказать, что это старый рентгенолог, в хорошем смысле этого слова, старой школы. Эти врачи еще сохранились. Я, как правило, направляю к ней или к другим подобным докторам, которые у нас есть в городе. Есть и молодое поколение, которое тоже хорошо читает, правильно, гарантно. Снимок был 1.21.03.11 и вот следующий снимок 13.03.12. Регенография позвоночника в прямой проекции в вертикальном и горизонтальном положениях. В вертикальном положении определяется правосторонний сколиоз позвоночника с угломкой искривления 34 градуса, вершиной дуги на уровне D9 с ротацией верхних грудных позвонков влево на 45 градусов, а нижних грудных вправо на 30 градусов. При переводе в горизонтальное положение угол искривления уменьшается до 30 градусов. При сравнении с предыдущими снимками незначительная отрицательная динамика. Заключение правосторонний сколиоз позвоночника третьей степени. Врач Сукладовский. Заключение эхо-кардиографии. Полости не расширены. Гипертрофии миокарда нет. Глобальная систолическая функция. Спокойно-довлетворительная. Входы в левом желудочке. Возможно функциональное овальное окно. В общем-то, потому что у себя соединенная ткань. Там пациент, в общем-то, имеет жало выведет. Мы сейчас выслушаем и посмотрим. Пациенты подготовлены к тому, что и получим согласие. Они могут раздеться и мы можем посмотреть, как это происходит в кабинете. Ну или хотя бы приближем к этому. Ну, во-первых, вам попрошу сказать. Особенно о том периоде, когда это все начиналось. Есть некоторые нюансы, которые мы еще будем обращать. Я мама Катерины. Значит, к сожалению, сколиозно оставили лет, наверное, 7 уже назад. Но мы не обращались сразу к врачу. Видите, сейчас сколько лет? Сейчас 18 лет, девочки. И не обращались, потому что, наверное, не придавали значения. Но год назад начались, полтора года назад начались очень сильные боли. И решили обратиться к финальным терапевтам. Полгода занятий там, значит, дали облегчение. Боли ушли. Но через где-то 5 месяцев результат вернулся. То есть врач говорил, что улучшение. И через 5 месяцев, ну, сказали, что все вернулось назад. И привели нас к Кирилю Алексеевичу. Спустя год, значит, мы видим, что ребенок хотя бы стоит, не качается. То есть мои были впечатления, что она стоит. Не может прямо стоять, то есть все время раскачивается. Сейчас, ну, как, человек стоит ровно. Боли практически нет. Единственное, что когда начинается длительный перерыв, мы назначаем Юрию Алексеевичем, то возвращаются некоторые боли. Но не в такой степени, как раньше. По снимкам, столиоз не ухудшился, что я считаю уже результатом. Потому что третья степень, ну, на мой взгляд, это серьезно. Выслушаем пациенты. Ну, вообще, когда мы обратились, у меня еще все очень сильно болело. Я, в принципе, могла дома сидеть. Вот. Через год же, наоборот, я считаю, что все стало нормально. Хорошо. Хорошо. Это ты считаешь... Ответь, можно сказать, что это вопрос. Спасибо, что это. Считаешь? Спасибо. Когда мы обстреливали, у тебя на правой губе была какая-то вещь, да? Петя. Петя. Ну, да. Напомните, как вы мне сказали, что вы ухудшение как-то связывали с этим спецептом, да? Ну, да. Два года назад началось это брескло. Да. После этого были большие части. Ну, просто это для таких пациентов, то есть, какое-то внешнее вмешательство, вот эти натяжение фасции, оно помогает прогрессированию этих заболеваний где-то. Понятно, что это не является каким-то решающим фактором, потому что решающий фактор – это состояние самого организма. Но, кстати, очень значимый фактор давления, который производится на фасции, воспринимается рецепторами, затем реагирует в костной ткани. Ну, я попрошу раздеться. Сейчас. Можно еще вопрос? Скажите, вот с 10 до 12 лет были какие-нибудь зоны быстрого роста? Или она постепенно? Нет, она росла постепенно. Резкого роста не было. Пусть девочка родилась в 8 месяцев, и в 22 месяцев. Может быть, просто связано с тем, что она может быть. Да, пожалуйста. Какие-то эмоциональные особенности были, вот, в начале пубертатного периода? Ну, я могу сказать, что серьезно занималась на спорте, 3 года, где-то до 5, где-то до 7 лет, в спортивной акробатике. О том, в Руси, я думаю, может быть, еще с этим связано, эмоционально. На русский большие были, да? Да, были большие нагрузки, и готовили ее в школу Олимпийского резерва, но… А там видели, что уже начинается… Нет, там не было. Она сама просто обсуждалась и занялись. А еще раз, а вот расскажите, пожалуйста. Помните, я всегда спрашиваю, как проходили беременностероны? Ну, вот, я считаю, как проходили нормальные. Единственное, что она родилась в 80 лет раньше. Ну, ты уже сказал. Где болела? Расскажи, по-моему, он есть. Болела? С головой плечи. Верхняя часть болела, да? Ни нижняя, ни поясница, ни металл. Давайте попрошу сейчас. Ну, это, собственно говоря, сразу попросим. Не, пусть нет. Хорошо. Я помню свое собственное обучение в академии. И мы… Как это? Господин. Господин. Господин, пожалуйста. Мы сейчас не будем смотреть так в полноценно, потому что это демонстрация, в некотором смысле спина, залов. Давайте посмотрим на спину. И, как обычно, мы наклоняемся вниз, все медленно. И смотрим. А, ну, дальше, да. Дальше, да. Дальше, да. Дальше, да. Дальше, да. Дальше, да. За счет. Ну, видим реберные дуги разные. Но, что можно сделать более детально? Мы же в таком виде мы не видим, как двигается каждая часть туловищем. А туловище, что, единый столб, да, который должен синхронно и симметрично поворачиваться. И правые, и левые половины туловища должны это делать симметрично. Ну, так мы считаем. До определенной степени. И, когда я проходил обучение Алексея Городича Самарокова, и вот этот флексионный тест, он очень хорошо помогает нам выделить те зоны, где асимметрично проходят движения. И на основании этого можно сделать значительные выводы. Посмотрим флексионный тест. Пациент должен стоять, ну, в свободной позе. Мы чаще всего просим либо в шагу на месте, либо установить его в обычную позу, ну, либо каждый может пользоваться своим способом, либо поставить ноги ровно на расстоянии кулака или на стеснете. Ну, извините, он на вами не видит. Хорошо? Не видит. Я прошу зал поближе. Нет, и в этом они спиной закрываются. Да, я закрываю спиной, поэтому, может быть, не видно. Так, не сможем. Натанюйте, я попробую. Так будет видно больше. Так она не наклонится. Медленно наклоняем голову. Мы видим, что пальцы обстановлены симметричными. Мы можем применять и другие какие-то способы. Не обязательно собственные пальцы, а отметки делать, как делается в Германии, но у нас наклоняемся. И мы видим асимметрию, которая возникла при наклоне головы вперед. Сейчас разожмите зубы. Так. Наклоняйте голову вниз. Движение совершается симметрично. Мы видим. Вот открытый сейчас. Все убедились, что было 2 фазы движения в одной фазе. Была асимметрия, а в другой не было. Было слышно, что я попросил сделать пациента. Разжать зубы. Мы в терминах физиологии, аффилентное поле, которое составляет в данном случае все, что управляет функцией фронтовой полости, жевательной мышцы. Это и общая сумма распределения давления и той аффилентации, которая исходит из этой области. И влияет, конечно, на функции движения верхних составов головы и шеи. Надо помнить, что голова у нас, она кусает не только снизу, но и как в мультиках показывают иногда, она и сверху кусает. И вот это верхнее движение, оно совершается не между суставами нижней и верхней челюсти, оно совершается как раз суставами головы. То есть, на самом деле, в еде, по сути, участвует тоже все туловище, если мы дальше посмотрим процесс. Ну, не во всех каждой движения. Таким образом, мы видим значимость этого фронтового поля. как поднимается вверх, да? Левая сторона. Наполняемся вниз. Выправляемся. Наполняемся вниз. Наполняемся вниз. Выправляемся. Наполняемся вниз. Выправляемся. Ну, теперь я попрошу вас. Мы видим, что была зона здесь и здесь с яркой асимметрией. Да? Еще раз показать? Залу показать? Да? Залу показать. Залу показать? Наклоняемся. Ну. Я уже не отпущу. Отсюда раз... Мне поддержит приводение. Я наклоняюсь. У, еще на коня. Вот, еще и так. Наклоняемся. А, нижнюю не было видно, да? Нет. Залу показать? Да. Наклоняемся. Здесь был виден, когда я показывал асимметрию? Сожмите зубы крепко и наклоняйтесь. Видна асимметрия? Разожмите зубы, наклоняйтесь. Видна асимметрия? Понятно, что это афферентное поле не влияет на движение осевых мышц в туловище. Мы просили пациента наполняться медленно. Мы исследовали функции каких двигательных единиц? Двигательных единиц формы. Человек, когда наполняется, он меняет форму. И за это отвечают эти двигательные единицы. Другие подключались или нет? Мы достоверно не можем сказать про этот тест. Но чаще всего нет. Потому что двигательные единицы силы включаются, когда надо развить максимум силы выше 75% от максимальной возможности. В этом пределе. И здесь не включались двигательные единицы скорости. Потому что для этого надо выполнить быстрое движение. И там мы увидим совершенно другую картину. Поэтому условия проведения теста, они должны выполняться очень четко. И именно в этом заслуга Алексея Егоровича Самарукова. Потому что он очень точно определил это не только в этом, но это очень важно. Критерии для проведения этого теста. Для определения функций других существуют другие тесты. Например, тест силы, который у нас в блюкновенной кинезиологии применяется. Но мы сейчас не будем его рассматривать. Так, а теперь обойтись, пожалуйста. Так, а теперь обойтись, пожалуйста. Чуть-чуть вперед. Он стоит. Спасибо. Продолжение следует. Наклоняйтесь. Мерзи на все. Видно, что симметрия есть. Мерзи на все. Мерзи Direito vaat. Наполняйтесь еще раз. Здpay,您 всегда ждет. Второй взгляд. Начинаем. Наклоняйтесь мерзи на все. Джон. Следующий взгляд Sche academic. В данном случае мы видим, что полная асимметрия. Что это значит? Это значит, что осевые мышцы, которые участвуют в трубочке, они работают совершенно симметрично. Или важно что учитывать, насколько вам поднялось, какие-то повреждения могут быть, но значимое. Или значимое снижение этой асимметрии, или полное отсутствие. Что мы сделали? Мы, собственно говоря, изменили афферентное поле стопы. Что сделали? Поменяли то взаиморасположение костей. Каким образом? Натяжение мышц. Каким образом? Мы изменили давление на тело со стороны стоп. Мы изменили распределение давления на стопе. Причем эти параметры являются для наших датчиков и для анализа самыми главными в механическом регулировании. Это все датчики движения. Они связаны с параметрами давления, растяжения в физическом смысле. Именно так и называется. Так, ну, сейчас буду рисовать то, что там лежит. Потому что это составляет секрет технологии, например, обучения. Задняя часть, распределение клиньев и все прочее. И простой просмотр, и потом исполнение просто по этому может навредить. Потому что это достаточно точная вещь. Вот такой формы ортезы и рассчитанной жесткости. Индивидуальные? Индивидуальные, да. Они... Это заготовки ортезы. Затем они нагреваются в обуви пациента и на пациенте же обжимаются. Соответственно, в момент нагрева ткань эта становится пластичной. И мы сопротивление материала можем поменять, изменив его форму, да. И теперь там в более каком-то изогнутом положении он будет иметь свое нейтральное положение. И изменение сопротивления вправо, ну, вверх или вниз будет возвращать в то положение, в котором он был. Именно эти параметры сопромат, физика и строительство, где больше всего это звучат, нужны врачу и умение определить на биологическом объекте, имея критерии и тесты, как это будет на человека влиять. Ну, это внутренняя часть обуви. Мне... Это одна из тех деталей, которая должна быть на пациенте со стороны скотоз для того, чтобы человек правильно мог двигаться. И, ну, достаточно, чтобы было, видимо, влияние у него. Значит, нам не удалось с Екатериной... А где обувь другая? Не взяли с обуви? Добиться того, чтобы... Стоять, пожалуйста. Чтобы мы изменили саму обувь. Потому что второй важный элемент в этой конструкции наличие передачи давления с опорной поверхности, которая есть на почве, на подошву. С тем, чтобы подошва на свой внутренний слой, на среднюю подошву, передавала давление с земли с плоской ровной поверхности в определенном порядке. А уже затем стенка передает это давление с обуви на... Индивидуально на саму стопу. Таким образом, выполняя, распределяя симметрию в теле человека. Работы по функциональной межполушарной асимметрии велись и в России. Ну, как это бывает у нас... Наши специалисты теперь это делают в Новой Зеландии и в Австралии. Но все равно помогают и печатают здесь эти руководства. И, в общем, помогают лечить пациенты здесь. А... Я сейчас продемонстрирую. Получается так. Если она сидит и не касается почвы, то, значит, ее состояние должно ухудшаться. А вы сейчас... Присядьте. Ну, давайте вопросы оставим на потом. Нет, мы параллельно. Нет, вопросы записываем на потом, Игорь Иванович, хорошо? Потому что вопрос правильный, но он так, похоже, должен все-таки быть. Смотрите. Сопротивление материала, это японцы придумали. Да? Для спорта, для бега. Спорт высших достижений. Можете сойти. Вот. Здесь... Самая важная часть. Вот она, да? Распределение очень точно задано. Для обстановки ноги на начальной наружной поверхности. Затем, когда пятка опускается, средняя часть, средняя часть, наиболее мягкая. В других моделях обуви, которую делают американцы, здесь надавливаешь, а здесь просто самая мягкая часть из подушечки. Мы видим супинатор, который передает очень точно, распределяя давление и поддерживая стопу во время средней и передней части. Мы видим, что заданным сопротивлением материала будет работать стопа во время толчка именно здесь. Не уменьшая ее работу и разболтанность, как мы, такой сленг наш, суставов задней и средней части. Задник. Наши ортопедические принципы здесь, которые мы раньше знали, здесь есть. Задник, видим, тоже жесткий для того, чтобы длинностоп и пятка стояли ровно, уменьшая колебания. Так что, в общем-то, по большому счету, это просто дальнейшее развитие тех ортопедических принципов, которые мы раньше знали. Но очень точное, математически выверенное на многих пациентов. Это лаборатории, которые работают. Ну, это ASICS, это в Японии работают. А MELIO, это в Альвики. Ну, делается сейчас все в Великой Китае. Я хочу показать упражнения, которые ты выполняешь. Я не делаю, пациент специально не готовился, для меня это тоже экзамен, просто вот как в жизни вместе. А, ну, мне нужно было вот здесь вот нажимать. Ты мне как-то не объяснил, наверное. Ну, ты мне объясняй, просто сделай. Ну, потому что стоматологов нет, которые либо филинтное поле вот это смогли изменить и там поправить в Воронеже. Назначено упражнение, которое человек утром и вечером делает для того, чтобы эти мышцы сработали. Но в течение дня тоже повторяли. А также рекомендации были даны не сжимать челюсти, держать немножко сжатыми. И, как рекомендуется, язык приезжает к небу, вверху и передние зубы чуть сомкнутые. Не сжимаются дально. Ну, покажи. Ну, покажи, ну, стоп, то есть. Так, как ты делаешь? Вон, здесь, вверху. И мышцы сейчас наоборот дают. Ну, и челюстей вперед, да? Да. Отдвигаются нижнюю челюсть вперед. Белгород тоже знает эти упражнения. Да. Да. Еще что? Ну, какие ты делаешь, показывая интересным, что все-таки дома делал в это время? Вот это шахта, где я двигаюсь. Угу. Да. 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 Еще что делаешь? Ну, упражнение у стены. У стены. Покажи. Какое? Ну, когда его там. Оно. Покажи. 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 Извините, я сейчас воспользуюсь своей заколкой, помогал нам делать это здесь. Я думаю, у тебя была трубец от пиксинга остается. Попробуй, ты сможешь? Ну, мы знаем уже, что с приоткрытым ртом все синетрично. Мы видим асимметрию. Видно? Да. Ну, подойдите поближе. Это какой нет? Видно, да? Видно, видно. Ворачивайся. То есть, человек, втыкав себя, ходит вот так вот. Ну, теперь есть еще один момент. Видели, что она развита. Ворачивайся. Ну, конечно, здесь. Что мы видим? Симметрично? Да. Да. Выправляйте. Давайте здесь. Наполняйте. Мы видим, что и здесь симметрично. Ворачивайся. То есть, это афферентное поле вот всей ткани, которая здесь располагается. Потому что мы видели, когда поворачивали человека направо-налево, что длина разная. Мы сейчас дали дополнительное раздражение здесь, с одной стороны, и увидели, что это на функции двигательной системы значимо повлияло. Человек стал двигаться симметрично. Для пациентов со сколиозом, для которых распределение параметров давления значимо, вот эти мелочи, в кавычках, тоже значимы. Поэтому механические факторы, которые применяются, их объяснения очевидны и понятны. Но когда мы знаем, как работает аппарат, и это знает современная физиология, и если мы, врачи, тоже это будем применять, мы сможем использовать и такие рефлекторные способы наряду с другими способами лечения. То есть, понятно, что это не дополнительный способ. Понятно, но мы его можем применять во многих случаях. Ведь отказываются люди носить кардсеты, отказываются выполнять и не выполняют упражнения. Ну, можно, если человек хочет носить пирсинг, просто подсказать ему, где его необходимо носить, увидев реакцию двигательной системы. Ну, можно и другие вещи, как бы, откорректировать, зная реакцию двигательной системы, на какой-то вот этот афферентный вход. Он не обязательно может быть там рецепторным, он может быть с наших мыслей, эмоций. Это тоже то, что накладывает у нас отпечаток. Мы помним, когда мы смеемся, нам хочется плясать и танцевать, или когда человек грустный, что ж Иванушка не весил, что ж ты голову повесил. Конечно, это влияет на как работает аппарат у детей. И, конечно, когда комплексные учреждения создаются, вот типа парусы надежды у нас, где может ребенок получать комплексную и у психолога это. Ну, тут в чем момент? Что если бы эти специалисты, психолог или это, мог тоже свои программы проверить, есть такое сейчас модное слово, обратная биологическая связь, то есть насколько та или другая программа эффективна. Вот один из таких способов, есть и другие физиологические и рефлекторные способы, которые в зависимости от того, к чему сам человек более склонен, какова у него его собственная двигательная система и когнитивная, он может воспользоваться одним или другим. Именно цель, в общем-то, и состоит обучение на кафедрах, с тем, чтобы люди могли получить такие способы и использовать их не только как мануальные терапевты, а в практике, в лор-практике, как мы видели вчера, в астремиологической практике, практическая работа. Это можно использовать, а ортопедам то уж сам Бог велел. И в школах западных, и сейчас это переводная литература есть, там описаны подобные способы. Мы же как ортопед используем разные посвенные способы определения, например, поражение мениска, производя давление и получая реакцию от пациента в виде боли. Обратная биологическая связь, ну а здесь обратная биологическая связь, наше зрительное осуждение по поводу движения. Так, ну, у меня по пациенту, в общем-то, Мир Вильцович, можно попросить Кате, чтобы она в такой же позе встала, но спиной к нам? Такой? Как ей удобно, да. Так удобно, типа, легче так стоять? В какой позе легче всего стоять? В чем? Да мы так не увидим, мы и так это видели. Конечно, видите, что в двигательной, очевидно, что в этой двигательной системе участвуют и руки. Ну, мы рассматривали сейчас два филентных входа. Это челюсть и стопы. У нас тайминг, я хочу, чтобы специалисты как раз из Огонька сейчас нам назначили дополнительное обследование, какое мы можем произвести по ее поводу, и, ну, какое лечение, актуально для такого пациента, ну, вот, за год наблюдения, или же в полтора месяца совместно с другим Дором. Это как раз и является... Можно дальше немножко уточним? Да, конечно. Как ты за ним делал? Да. Сколько лет? Возьмем. Пальчиком поставим. Пальчиком поставим. Трюхом. Так что? Затушку поставим. Не за, 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 за. В спину верну. Ножки вместе, смотрим прямо, Старишь свободно. Одним пальцем в центр боли. Голову вперед. Голову в груди. Руки расслабь. Максимально спинного круга. Руками доходите, пожалуйста. Коленки воздвигаются. Сколько можно. И прилят на спинку. Александр Тагидов. Вставайте. Мы ее будем еще смотреть? Сергей Николаевич. Я единственно скажу два слова. Девочка Катя. Практически классическая иллюстрация. Как минимум к двум докладам, которые были вчера. Во-первых, это клиническая картина сколиоза. Я бы сказал на грани диспластический и диопатический. Трехплоскостная деформация позвоночного столба. Есть выраженная фронтальная дуга. Есть реберный гибус. По рентгенограммам, которые были упущены. Мы увидели, что там в основном грудной кровосторонний сколиоз. Действительно третьей степени. Есть диспластические изменения на рентгенограммах. И есть начальные изменения, которые укладываются в понятие дегенеративно-дистрофический процесс. Именно поэтому, в принципе, и есть болевые ощущения. Сам сколиоз не болит. И доклад Александра Тагиднова, прекрасный, про дисплазию средней ткани. Может быть, не такая яркая, но тем не менее, иллюстрация. Есть гипермобильность, рекрувация в коленных суставах. Это видно без всяких приемов. Есть легкая рекрувация в локтевых суставах. И вот у мамы на столике здесь лежит результат эхокардиографии. Я у мамы спросил, были ли шумы какие-то, были ли что-то еще. Были шумы. Есть добавочная ложная хорда. То есть, как малая аномалия сердца. То есть, это вот те вещи, которые были просмотрены, к большому сожалению, в возрасте 10, 9, 11 лет. На профосмотрах или кто-то еще. Сколиоз выстрелил в 12 лет, я не ошибаюсь, да? Одевайся. Можно? Ну, я, конечно, посмотрю и уже помогу. Ну, а... Нет, пока не оделась. Можно? Нам главное послушать. Нет, нет, нет. Глобальные, вот скажем, тактики ведения такого пациента. У меня даже язык не поворачивает сказать больного. Да, это девочка со своеобразной, в общем-то, формой позвоночного стола. Конечно, она не больная. Она сама считает себя больной? Катя, ты считаешь себя больной? И правильно. Так вот, нужно ставить перед собой реальные цели и задачи. И здесь цель исправить деформацию не должна стоять. Скажем, можно поставить цель немножко спрятать эту деформацию, чтобы как-то косметически уменьшить. Прогрессировать такой сколиоз в этот возрастной период уже не будет. Зоны роста и по рентгенограммам, да и по клиническим признакам они все уже закрыты. Значит, соответственно, задача первая – сформировать и поддерживать в адекватном состоянии собственные мышечные корсиады, что будет достигаться только ее трудом, причем трудом практически ежедневным, под контролем Юрия Алексеевича, инструкторов, методистов лечебной физкультуры и так далее. Я так полагаю, что он уже выработан у нее комплекс упражнений, которые она делает и так далее. Но это должна быть система. Адекватный мышечный корсет позволит затормозить этот дегенеративно-дистрофический процесс, который у нее начал развиваться, ничего в этом удивительного нет. Позволит ей в некоторой степени, когда она выходит в свет на выставку куда-то еще, прятать свой сколиоз, она может и умеет это делать. И задача, собственно, номер два – существует достаточно широкий спектр медикаментозных препаратов, которые позволяют тормозить развитие остеохондроза. Как-то хондропротекторы, как-то препараты, влияющие на обмен соединительной ткани по типу Элькара, янтарной кислоты и так далее, и так далее. И на сегодняшний день, если мы ставим вот эти вот реальные задачи перед мамой, ребенком, взрослой молодой девушкой, и она сама понимает, что она добивается результата, а результат должен быть болевых ощущений минимум, деформация где-то спрятана. И следующий опасный период в ее жизни будет тогда, когда она сама будет становиться мамой, период беременности, кормления грудью. Тогда, да, при неподготовленности ее организма возможно умеренное прогрессирование сколиотической деформации. Если же она будет соблюдать элементарные вещи, элементарные рекомендации, на которые будут требовать от нее силы воли значительные, то проблем по жизни будет гораздо меньше. Поэтому то, что вы делаете, вы делаете абсолютно верно, вы делаете абсолютно правильно. Задачи, которые вы ставите, в принципе, они никак не идут вразрез с теми вещами, которые я сейчас сказал. Ну а девочка, конечно, она не является больной. Спасибо. 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 Спасибо.